На календаре пятницы это значит, что свежая Одинцовская неделя уже в городе. Я, Олеся Лукина, расскажу о самом интересном в номере. Здравствуйте! 142 сотрудника и 17 единиц техники будут бороться с подтоплениями. Половодие ожидается выше нормы. Чтобы большая вода не стала большой бедой, экстренные службы уже оттачивают навыки. Странное задвоение сумм заметили жители Барвихи. Второй газовой плиты в квартире нет, а в платежке есть. Газовики раскрыли тайну загадочного дорогого обслуживания. С начала года в школы и сады округа пришли 6 медработников. Но и этого мало. Дефицит кадров сохраняется. А нужны ли вообще медики в школах? Я считаю, что нужен психолог детям. Медработник должен быть обязательно. Во-первых, знаете, и травмы бывают, и вон там у кого-то голова заболела, приступ аппендицита. В советские времена у нас всегда были медкабинеты. И приливки, кстати, там же делали. Была, по-моему, медсестра. Так что вот к этому очень даже положительная. Да, положительная. Ну, будем говорить, и давление с давлением, вот. И бывают какие-то вот такие отклонения, вот. И чтобы была первая помощь. Вот. Я считаю, что должны быть. Я думаю, психолог обязательно, терапевт и травматолог. Я считаю, что в школе, да, должны быть медработники на постоянной основе, потому что бывают такие ситуации, когда там какое-то ЧП происходит, и врачи просто не успевают вовремя оказать медицинскую помощь. Одинцовское отделение Всероссийского общества слепых – это почти 200 человек. Как они справляются со своими повседневными задачами и насколько их образ жизни отличается от образа жизни тех, кто видит, расскажем. Черные ручки, бланки и паспорт – этот набор приводит в ужас всех одиннадцатиклассников, а еще больше – их родителей. Поэтому они решили поменяться местами со своими чадами и проверить, а так ли страшен единый государственный экзамен. Дату Яско-Кишиневской операции вспомнили не все. Ну, а мы решили поинтересоваться у одинцовцев. Хотели бы они сдать ЕГЭ и по каким предметам? Мы уже отучились, как бы, отработали, поэтому как-то… У нас внук еще маленький, а дочь уже взрослая. Мы пока к ЕГЭ никакого отношения не имеем. По-русскому, может быть. Да, там еще по-английскому. Ну, хотела бы, потому что это достаточно новая система оценки знаний выпускников и обучения преподавателей, наверное, в какой-то степени тоже. Поэтому, да, хотела бы по техническим предметам – математика, физика. Нет, не хотела. Математика, история. У меня в школе была математика, история. Ну, литература. Вот из этих. Химия, физика нет. Эти и другие новости в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажный вариант газеты можно найти на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok